Приветствую вас. Знаете, что-то как-то знакомый вопрос. Когда-то отвечал я на похожий. Абсолютно идентичный вопрос, то есть абсолютно всё то же самое было. Только, по-моему, у меня было кимоно, а так вроде бы всё было то же самое. То есть если вы тот же человек, то есть если вы задавали вопрос, то как бы это не очень здорово. Вот, смотрите. Что у меня вызывает вопрос? Да, что у меня вызывает вопрос? А вопрос у меня вызывает ваша детальность, так сказать, интимных подробностей сына. То есть как вы описываете это, да, то что вот думала, что значит он там сделал там одно, да, а в итоге оказалось, что он сделал другое. Вот. То есть это вот как-то, ну, мне известно это выглядит несколько странно. Вот. Несколько странно это выглядит, потому что, ну, слишком детально вы описывали. Вот. Элементы одежды там и так далее, так далее, так далее. Вот. Вообще, по-моему, это ощущение, что для вас это что-то вроде норма, да, то есть нормальное, когда ребёнок вписывается в страны для того, что ему там не позволили по носке выйти и так далее. Вот. Это первый момент. Второй момент. Ребёнок, он, ну, судя по всему, у него проблемы во взаимоотношении с отцом. Потому что он не может представиться в себя, он не может, как бы, заявить о себе, о том, что он хочет, о том, что ему нужно, он об этом не заявляет. И это, в общем-то, довольно тревожный факт, потому что если он будет вести себя так и дальше, то будущим ему будет ещё тяжелее. То есть сейчас они просто смеялись, да, и всё. Но если это будет касаться того, что он делает, если это будет касаться того, чем он занимается, то будет очень сложно чего-либо добиться, очень сложно сделать так, чтобы его вообще уважали другие люди. Вот. Поэтому тут вот нужно проанализировать ваши отношения, ваши отношения с ребёнком, взаимоотношения ребёнка с отцом очень важно просто проанализировать. Вот. И, собственно, если вот, ну, вы его где-то как-то там подавляете, где-то как, где-то как-то вы его там, может быть, обрубаете его инициативу, вот нужно исследовать, проанализировать, где-то, давать ему больше свободы. Очень жаль, что вы не написали, сколько лет ребёнку, это было бы очень полезно, очень информативно. Вот. Значит, это такой момент. Дальше, дальше, значит, вот, возвращаясь к тому, что мне кажется, что давайте как-то нормально, да. То есть, вы так пишите, типа, я думал, что он чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть это сделал, а он там, у нас, очень много сделал, вот, что делать, да. То есть, что делать, чтобы что. Что делать, чтобы что. Как бы, какая цель. Подавлять ребёнка, это одно дело, поговорить с тренером, это другое дело. Разобрать, почему ребёнок так себя ведёт конкретно, почему он так относится к своим потребностям, это третий вопрос. Вот. Разобраться с тем, почему для вас это норма и причины, каковы причины того, что вы так детально описываете, это ещё одно направление. Вот, другое дело, захотите ли вы, другое дело, это обсуждать, это уже другой вопрос, скорее всего, нет. Вот. То есть, в целом, в целом, у меня возникло такое ощущение, да, что внешне вы, именно вы, про отца ребёнка, не знаю, внешне вы ребёнка, своего ребёнка, возможно, как-то мотивируете на какие-то проявления, на какие-то чувства, на что-то это, вот, а что он так достаточно откровенен с вами, с вами говорит, что больше не хочет и так далее. Но... Сейчас вам нужно сказать ребёнку, что ничего страшного не произошло, что, в принципе, ответственны оба. То есть, ответственен он ребёнок за то, что не дожал, то есть, почему-то не настоял, почему-то не отказался задания делать. Ну, ты хочешь в туалет, да, а тебе не дают, и ты просто молчишь, продолжаешь делать то, что тебе говорят. То есть, как бы, почему так, вот. Это первое. Второе, это то, как вообще случилось, что ребёнок закатил в туалет перед тренировкой, да, то есть, это, как бы, определённая недисциплина. То есть, ну, если человек знает, что, ну, там, в ближайшее время будет тренировка, то ему надо, там, либо к удовлетворительной в туалет сходить, либо, там, не пить, да, там, ну, то есть, какие-то, вот, такие меры предпринять для того, чтобы не захотелось. То есть, это не совсем нормально, что ребёнок, ребёнок, а, именно писает. То есть, если писает, значит, хочется очень сильно, ну, вот. А очень сильно хочется не случайно. То есть, это либо много воды, либо это, что-то психотоматическое, вот, либо это какое-то заболевание. Вот, ну, есть вариант, что это просто физиология была такой. Но, если бы это была физиология, то это было бы не первый раз. То есть, как бы, если вы не приходите, прианализируете, как так получилось, что на тренировку он отписывался, то есть, что не было возможности больше терпеть. Как так получилось? Ну, это с одной стороны. С другой стороны, есть ответственность тренера, который, как бы, тоже поступил здесь очень неправильно. Правда, он мог не знать, что ребёнок именно очень сильно хочет. То есть, он мог подумать, типа, ну, хочет, потерпит. Он не знает, что ребёнок терпеть не может. Это говорит его оправдание, но не в его пользу, говорит его поведение. И здесь я со своей коллегой Светланой согласен, что ребёнок должен заявлять о своих потребностях, о своих желаниях и желаниях. Вот. Пока-то я вижу, что у вашего ребёнка очень нарушен этот баланс между тем, что я хочу, да. И тем, как я реализовываю. То есть, я хочу в приемлемой форме для себя. Вот. И исправить это, помочь ему в этом можете, в принципе, то, в принципе, вы. Вот только вы можете ему помочь. Вы и в основном отец. Поэтому, привлечь отца не к этой проблеме, а вообще к логинадисту и суперку. Это очень, очень важно. Вот. А в целом, в целом, в целом, конечно, вызывает вопросы, да. Это наша такая вот, ну, презентация. Вот. Так что, давайте, давайте разбираться, будем так, что это будет смотреть, будем исследовать. Вот. Мотивировать и выработаем какие-то рекомендации, чтобы этого больше не произошло, чтобы этого больше не случилось. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Продолжение следует...